Я приехала сюда, чтобы просто посмотреть, как все устроено изнутри. Я приехала сюда, потому что увлекаюсь журналистикой уже много лет. В будущем я бы хотела поступать на журналиста. На днях сотрудники Раменского телевидения встречали учеников одной из лучших школ Подмосковья. Многие из этих ребят решили связать свою деятельность с журналистикой. Подробную экскурсию провел директор предприятия Александр Новожилов. Обзор начался со знакомства со службами, без которых не может работать ни одно предприятие. Это юридический отдел и бухгалтерия. Финансирование происходит через муниципальные контракты, через торги по 223-му закону. Понятно, что вот так вот мы работаем. Все серьезно. У нас сейчас проверка была, мы сейчас готовим документы. А проверки, они проходят раз в три года. И они охватывают все три года, которые прошли между двумя. То есть они также сюда добавляются, все формируются, сохраняются. Девочки из школы пансиона узнали, что главный продукт Раменского телевидения – это ежедневные новостные блоки, в которых корреспонденты рассказывают о деятельности администрации Раменского городского округа, о работе социальных служб, а также предприятий и организаций. Вы всегда знали, что будете работать именно здесь? Или это получилось спонтанно? Внутри меня сомнений не было, я просто очень хотела. И не важно какой ты, важно что хочешь ты. Какой у вас был самый интересный проект, с которым вы работали? Я обожаю работать с людьми, я обожаю создавать про них фильмы, программы, сюжеты. Журналистика такова, что ты делаешь абсолютно все от и до, от а до я. А можете назвать три основных фактора, каким должен обладать телеведущий? Если это развлекательная программа, то значит человек, он одет по-другому. Если это новости, это Катя Андреева, значит это абсолютно официоз. Помните Анну Шатилову? Здесь важно говорить хорошо, правильно и уметь себя держать в кадре. То есть не бояться камеры. Помимо новостей на Раменском телевидении создаются различные тематические программы. Почетных граждан и про участников Великой Отечественной войны, и про замечательных людей, и про церкви, и бузы, про что мы только не делаем. У нас очень многое. И, конечно, гостей заинтересовало, из чего складывается новостной сюжет. Человек пожаловался, что у него проблема. Мы звоним в управляющую компанию, договоримся с начальником управляющей компании, проблема озвучена. Но это еще не все. Мы только обозначили проблему в первом сюжете. В идеале на другой день. Говорят, все, все отлично. Мы опять выезжаем к ней, снимаем решенную проблему, и тогда это уже будет полностью решенный вопрос. Чтобы почувствовать себя корреспондентами, мы предложили девочкам зачитать новостные тексты. Ну все, идите зачитывайте. На очереди. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в текущем году на территории округа предусмотрено строительство 50 новых пешеходных переходов. В заключении экскурсии школьницы попробовали себя в роли ведущих прямого эфира. Герой, который особенно запал вам в сердце, который вам понравился, и вы считаете, что он очень важен в этой истории и для вас в том числе? Ну, на самом деле, в этой истории, в этой такой обширной истории очень сложно выделить какого-то одного конкретного героя, но из всех я бы выделила Андрея Балконского. За короткое время невозможно узнать о всех тонкостях тележурналистики, но мы постарались приоткрыть завесу этой интересной профессии. Егор Кабанов, Ольга Скрябина для программы «Городские вести».